Маленькое Рождество Рождество, семейный праздник В Финляндии его отмечают И есть такое маленькое Рождество Это праздник, когда с друзьями отмечают И конечно мы отмечаем Как сказать, мы не празднуем Прямо вот таки день рождения Иисуса Христа Потому что мы с Ним общаемся Мы знаем, что Ему нету начала дней Мы просто вспоминаем тот факт Что в мир родился Спаситель И вы знаете, Он родился с целью Он бы никогда не пришел на нашу землю Никогда, если бы у нас все было хорошо Иисус родился на эту землю Потому что мы были не просто в проблеме Мы были не в разрешенной проблеме Мы были в ужасной проблеме Мы погибали в грехах наших Поэтому Иисусу нужно было прийти Чтобы спасти нас от грехов наших Грех Это причина Рождества Грех Кто еще делает грех? Прекратите это делать Потому что Рождество Это новое начало И есть, знаете, два Рождества Одно это историческое Тот факт, 2000 лет назад В Вифлееме родился Сын Давидов, да? Иисус Христос, Спаситель мира Но есть второе Рождество Это когда это же самое Рождество Но происходит уже в сердце человека В жизни человека И вот тогда наступает новая жизнь у человека Новая судьба, новое мышление И об этом я буду говорить И прежде чем я буду говорить Меня прямо, мы стояли, прославляли Мне так было хорошо Знаете, я хочу сказать, что я счастлив Ходить на собрания Со всей своей семьей И те, кто хочет быть верным Кто хочет быть верующим, настоящим Есть одно единственное правило Которое, если человек будет соблюдать Он всегда будет с Господом Его жизнь будет наполнена радостью, жизнью Он всегда будет в победе Это приоритет Иисус Христос У нас много дел Но Иисуса мы должны сделать приоритетом Мы не должны Иисуса и Его служение Отодвигать в сторону И говорить, у меня есть дела поважнее Я кому-то сейчас говорю И кто-то сейчас это понимает У нас должен быть приоритет Мы отделяем себя для работы Там 8 часов в день Мы отделяем себя для семьи Но есть время, когда мы отделяем себя для Бога Для служения И я в этот момент Никому не отдаю время Это Божье Как Иисус говорил Отдавайте кесареву кесаря А Божье Богу отдавайте Не отдавайте Божье кесарю И многие отдают В надежде то, что они отдадут Божье кесарю Они будут более богаче Вы будете более беднее и несчастнее Вы будете плакать И приходить потом и говорить Чтобы за вас молились Сделайте приоритетом Иисуса Христа Я вам скажу С другой стороны Иисус сделал вас приоритетом Нас приоритетом Он сделал нас своей целью Если вы спросите Какая цель у Бога Он скажет Человек Он даже может имена называть Конкретные имена И их будет очень много Миллиарды людей И он будет говорить Это мой приоритет Это то, чем я дорожу Это то, о чем я думаю Это то, что я подготавливаю И знаете, когда мы стояли в прославлении Мы поклонялись Господь каждый раз что-то приносит сюда Приносит большие благословения Послушайте Важно понимать С каким резервуаром ты сюда придешь С таким и уйдешь Ты пришел Может быть с закрытым сердцем В тебя ничего не попадет Ты уйдешь точно такой же Может быть ты пришел с пустыми руками И ты говоришь Господь Протянул руки и сказал Господь дай мне хоть что-нибудь Вот ровно Вот он тебе насыпет в две ладошки Есть мудрые верующие И я вам скажу так Немножко нагловатые Есть дети Божьи И они наглые Они знают, что они дети Божьи Они ходят с торбами Они не приносят сюда что-то Они приходят с пустыми торбами Знаете, такие как у хоккеистов Огромные Пустые И ты спросишь Что ты Зачем ты на собрание берешь торбы с собой Зачем Пустые Большие Просто надо приходить налегке А он такой говорит Э нет Я отсюда уношу Большие и великие благословения Иногда я говорю Ангелы Помогите мне Мне не унести Я столько благословений уношу С этого места Я так обогащаюсь Я так обогащен Аллилуйя Поэтому будьте мудрым верующим И иногда будьте таким Знаете Ну В правильном смысле Нагловатеньким То есть Знаете Если люди не приносят А берут 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 И те кто приносят Такие думают Ничего себе наглый Ничего не приносят Только берет А есть такие мудрые верующие Зато Они процветающие верующие Когда они берут Набирают сумки Отсюда благословений А они Не берут это только для себя Они знают Что у них такое окружение Столько нуждающихся людей Столько людей Живущих в проблемах В бедах В ужасе Что им надо Эти благословения И знаете Вот это Я помню эти моменты С детства Когда мама приходила Домой С магазина И она приходила И говорила Всегда Руки отрываются Она несла сумки И говорила Руки отрываются Быстрее помогите мне Заходила в дом Вот И мы налетали там Это было радостно Почему? Она приходила в магазин И она понимала У меня большая семья И надо много набирать Потому что семья большая Видите Она не о себе думала Она думала о семье Видите Вот тот Христианин зрелый Тот Кто уже не о себе думает А о других Он приходит сюда Он приходит уже С подготовленным сердцем И он приходит с вопросами Бог Мне нужно ответы Для этих людей Ты уже благословил мою жизнь Моя жизнь Благословлена во всех сферах Мне нужно благословение Для моих детей Он же Этих людей Они как будто бы даже чужие Для него Но он уже считает их Как свои братья и сестры Как его дети духовные Потому что он считает Что он должен брать Ответственность за них Вот это мудрый человек Верующий Поэтому когда приходите сюда Приходите с ожиданием Чтобы уносить Отсюда благословение Помимо моей воли Я даже может Какие-то вещи Не буду готовить Но слово прозвучит для вас И вы получите ответ Так Господь действует Вы от Господа ждете От него и получите Тема проповеди Будет называться Новое мышление Иисус пришел в этот мир Не для того Чтобы чинить Нашу старую жизнь Это мы люди Так устроены Все чиним Чиним Ремонтируем Знаете Финны от русских Отличаются Очень-очень просто Финн никогда Не будет ремонтировать Я пришел Приехал в автосервис И там был русский мастер У меня были проблемы Там с генератором Или еще что-то такое С мотором Там с печкой И он ее разобрал То что не разбирается Он говорит Ты знаешь Финны брали бы Вот так взяли бы И выкинули бы Поставили бы новую Или коробку передач Они говорят Никогда не будут ее ремонтировать Они просто поставят тебе За 4 тысячи Новую коробку И скажут Езжай Русские будут все откручивать Все чинить То, что не чинится И ты потом удивляешься Думаешь У него что Руки вообще волшебные что ли Просто невозможно было починить Он починил там Знаете Все разобрал Все снял Знаете Господь Не занимается ремонтом Он дает новое мышление Господь Не ремонтирует старые мехи Он Говорит Новое вино Не алкогольное вино Послушайте Когда вы слышите Слово вино Не путайте с алкоголем Со спиртовым Этим напитком Иисус говорит Новое вино Наливают В новые мехи Ты иногда думаешь Господь Почему я не получаю Твое присутствие Опьянение твое Почему я не получаю Такую радость Ты старый мех У тебя старое мышление Тебе нужно Заменить Тебе не нужно Ремонтировать Старый мех Закупорены У него все Эти капилляры То есть эти Дырочки маленькие Оно не дышит Оно не может Увеличиваться И поэтому мы видим Как люди Бастовали против него Когда Иисус Что-то говорил Сделайте так У них был шок Так не делается Сделайте так Так не делается Видите Сразу Иисуса Атакуют И говорят Так не делается Человека не воскрешают На четвертый день А слов чужих Не уводят Хлеба не размножают Это невозможно Иисус говорит Помолитесь За рыбный гамбургер У мальчика взяли Он говорит Сколько Что у вас есть Поесть А там знаете 25 тысяч человек 20-25 тысяч человек Сидит Иисус говорит Сейчас будем кормить их Что у вас Есть что-нибудь покушать И знаете Старшие У старших Оказался Обед младшего Я не знаю как Но оказался То ли он сам отдал По своей воле Кто-то против Своей воли Но здесь ученики Говорят Вот мальчик тут У него есть Две рыбки И пять хлебов Пять лавашей Иисус говорит Давайте их Сюда Отдайте Господу То маленькое И знаете Они отдали И было чудо А перед этим Иисус сказал Вы дайте им есть Иисус так не делается Мы не можем дать Когда Иисус им сказал Вы дайте им есть Это означает Что ни один ресторан мира Не может вместить 20-25 тысяч человек Вы представляете Есть много Вот мы сегодня как раз Вспоминали Что лет Лет там 15 назад Не было столько Ресторанов в Финляндии Не было Были рестораны Но их было мало Меньше Намного Чем сейчас Сейчас просто Везде все в ресторанах Так много открываются Новых торговых центров И так далее И вот вы себе представьте Есть рестораны Везде Но если придет Представьте Делегация Из 20 тысяч человек Даже из 2 тысяч человек Ни один ресторан Не лопнет Ой Не выдержит Он лопнет Все повара Могут сойти с ума Просто Когда увидят Очередь Которая идет На улицу И куда-то там За светофоры уходит И когда они увидят Что это в их ресторан Что люди хотят поесть У них будет Большая проблема Так вот Вы представьте Что Иисус Не находясь В ресторане Накормил 20-25 тысяч человек Почему У Иисуса Было новое мышление Новое мышление Поэтому Иисус Говорит Новое вино Вливают в мехи Новые Это новое мышление Это когда тебе Господь что-то показывает И говорит Ты говоришь Да Господь Почему Ты знаешь Кто тебе сказал Что за ним Стоит авторитет За ним Стоит власть Он способен Сделать это Если он Не сказал Накормить 20-25 тысяч человек Значит Так будет Значит Это он сказал Это не я Захотел их кормить Так Они все будут Сытые Что произошло В это чудо Вы задумайтесь 20 Скажем Давайте скажем 20 тысяч человек Хотя там говорят Что было 5 тысяч человек Ело Да Мы прибавляем туда Женщин Они же тоже ели Женщины что не едят И дети Тоже ели И представляете 20 тысяч человек Ели До сыта Наелись И еще осталось Очень много Еды Изобилие И Господь Сегодня хочет Познакомить тебя Со своим Изобилием У него есть Изобилие Для тебя На всех сферах На трех сферах На сфере души На сфере духа На сфере физической У него есть Изобилие Для этого нужно Новое мышление Новые мысли Мы приходим Господу Со старыми мыслами И молимся Старым мышлением И сразу же Ограничиваем его Ну если не исцелиться На то воля Божья Ну если не произойдет На то воля Божья Ты сначала узнай Волю Божью А потом молись Иначе Ты как духа нечистого Всегда были в народах Духи Которых надо было умолять Задабривать Отдавать девственницу Девушку Знаешь как В виде снегурочки Которая замерзала Это в жертву людей приносили Это история Я Это сегодня Они бегают Разукрашенные И веселят детей Это история Жестокая И этот же Дед Мороз Который ходил И проклинал людей А сегодня Это праздник делают Так вот Нам не надо путать Дед Мороза Которого надо было умолять Которого надо было Задабривать Этого Деда Мора Который морозил Жатву И люди Чтобы от страха Чтобы у них Была жатва Урожай Они давали ему Жертвы Приносили его Послушайте Наш Бог Ему жертва нужна Это наше послушание Ему не нужны Человеческие жертвы Он нас любит Никогда не умоляйте Бога Сначала Перед тем Как вы молитесь Вы узнаете Это воля Божья Или нет И если это окажется Воля Божья Просто попросите Как это сделал Иисус Он говорил Отче Я знал Что ты всегда услышишь Меня Просто молюсь Для людей И он просто Поблагодарил За пищу И она умножилась Люди брали А там не кончалось Это как колодец Из которого Ты качаешь Берешь А там всегда Еще есть Итак Новое мышление Это новые мысли Второе коринфянам 5.17 Здесь Говорится Поэтому Если кто-то Находится во Христе Он уже Новое творение Все старое Миновало Теперь Все новое Скажите Когда вы пришли Ко Христу Вы помолились В молитве покаяния Вы пригласили Иисуса в свое сердце И посвятили ему Свою жизнь Вы изменились Как-то Внешне Вы изменились Цвет кожи Поменялся Волос Вы похудели Или что С вами произошло Вы точно такой же человек Остались Может просто Посветлело Как-то лицо Вы стали Более приветливым Но ничего Физически Не изменилось У вас Но вы можете Ощущать Что вы другой человек Как? Мышление другое Мысли Другие Вот что здесь Говорится Что новое творение Это означает Новое мышление Новые мысли Новое мышление Новое творение Отличается от старого Новым мышлением Новое мышление Это новые мысли От Бога Раньше Когда мы жили без Бога Мы не могли От Бога Ничего получать Представьте Бог сотворил нас Но мы Ему Не принадлежали Бог сотворивший нас Он сотворил нас Мы не могли Появиться Вне Его Мы не могли Так же Появиться От дьявола Никак Мы появились От Бога Но мы Ему Не принадлежали Почему? Мы Его Не выбрали Он нас сотворил Но мы Жили без Него Соответственно Когда мы Жили без Него Мы не могли От Него Получать Никакое Благословение Вот почему Люди И задабривали Духов Нечистых В каждом Народе Вы найдете Было Язычество Идолопоклонство Это только Единственный народ Израильский народ В ком не было Которые поклонялись Живому Богу Единственный народ На земле И то они Впадали В идолопоклонство И поклонялись Идолам И чужим богам За что приходили Суды И Бог Отдавал их В рабство Чтобы они Снова возвращались К нему Все остальные Народы Жили В идолопоклонстве Все Вы найдете Историю Вы изучите Вы узнаете Что было в Европе А я вам скажу Что если вы узнаете Что было в Европе У вас волосы Дыбом станут Какое извращение Здесь было Какой ужас Здесь творился Мысли управляют Человеком Мысли Ты думаешь Почему человек Так говорит Что он так думает Почему он так поступает Так же нельзя поступать Так же неправильно поступать Он так думает Ты иногда думаешь Почему я так думаю Почему я так поступаю Потому что у меня Такие мысли Все Какие мысли У тебя в голове О чем ты думаешь Ты вот точно Тот и есть И я могу Лицемерить Играть Вот представьте Виктор может Лицемерить Я могу играть роль Улыбаться Быть сладким Таким Знаете Приветливым Внутри я могу Ненавидеть людей Или например Быть на кого-то Раздраженным Вы понимаете Но перед Богом Я не тот сладкий Я именно тот Который я внутри И Слово Божие Слово Божие Оно показывает Нас Такими Какими мы должны Быть перед Богом Естественными Понимаете Не масочный Вот этот режим Кто-то Обижается Говорит Вот масочный режим В маске Надо носить А кто-то говорит Да вы всю жизнь В масках ходили Что вы запереживали Мысль Это информация Почему человек Сделал то или другое Например Чтобы сделать грех Ты не можешь Его сделать Просто вот Взял и сделал Ты думаешь Об этом Ты думаешь Почему ты думаешь Вот так вот По цепочечке Вот так вот Идти Откуда пришла Эта мысль Вот так Идешь 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 И приходишь К рогатому Которого Ты ненавидишь Дьявола Потому что Он дает тебе Плохие мысли И ты грешишь Потом Ну так вот Он дает тебе Мысль Бог Разрешил ему Тебя Соблазнять Но он Тебе Так же Сказал Ты можешь Противостоять Ему И он Тебе Ничего Не сделает Ты можешь Полностью Контролировать Им Ты можешь Полностью Контролировать Своим Сознанием Как Ведь смотрите Иуда Искариот Ученик Иисуса Христа Избранный Сколько Тогда Миллионов Было На земле Сколько Было В Израиле Из них Иисус Избрал 12 Себе Это Отборочные Люди Были Специальные Предназначенные Для служения Иуда Был Так же В том Числе В конце Он Восстал Против Иисуса Вся Его Натура Восстала Против Христа Он Его Можно Сказать Возненавидел Возможно Я Подозреваю Или Думаю Так Что Иисус Его Обличил В Каком То В какой То Неправде В Каком То Грехе Знаете Как Люди Реагируют Когда Ты Подойдешь А тебя Возненавидят Против Тебя Будут Зубы Держать Атак Когда Будут Видеть Они Будут Злые Да И Однажды Был Случай Когда Женщина Пришла Иисус Там Возлежал В доме Там Фарисея Она Пришла С лавастровым Сосудом И упала В ноги Иисуса Плакала Потому что Она Грешница Была Она Плакала И слезами Мыла ноги Иисуса Грязные Потому что Фарисей Не помыл Ему Не уважал Иисуса И она Плакала И слезами Просто мыла Эту пыль Грязь Которую Иисус По дорогам Набрал Потому что Была Открытая Обувь Носков Не было Были Сандали И она Плакала Плакала Помыла И волосы Использовала Как полотенце Как мочалка Она Вытирала Ноги Она Очистила Омыла Вот эту Пыль Всю Она Делала Это Своё Приданное Алавастровый Сосуд Его Разбила И вылила На ноги Иисуса Она Делала Всего Сердца Она Делала Это Для Иисуса Христа Она Любила Его Именно Чистой Любовью Любила Его Не как Мужчину Не как Будущего Мужа Там Или что Она Просто Любила Его Как Спасителя Вы знаете Что В этот же Существуют Рядом Иуда Искариот Сразу Заговорил И говорит К чему Такая Трата Он Подсчитал Подсчитал Цену Которую Потратили Выкинули Деньги На Иисуса И он Говорит То можно Было Эти 300 Динариев Просто Или Сколько Там Можно Было Просто Взять И Раздать Нищим А дальше Пишется Слово Знаете Вот так Вот Просто Пишется Дальше Ну Как бы Вроде Правильно Сказал А дальше Пишется Говорил Так Не потому Что Заботился О Нищих А потому Что Был Вор И Вот Это Его Он Сказал Так Отомщу При первой Возможности Понимаете Может Еще Матное Слово Тра Ля 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 Ту Понимаете И он В сердце Решил Я Возненавижу Иисуса Я Ему Отомщу Представьте Этот Человек Приходит К фарисеям Он знал Что они Против Него И он Начал Предавать Своих Такие Такие слова Можно Было Подобрать Для Его Определения Но Нельзя Здесь Так Вот Он Приходит К чужим На чужую Сторону И Сдает И говорит Что Вы Мне Дадите Я Предам Его Я Скажу Где Он Находится Я Знаю Что Вы Его Ненавидите Он Заключает Сделку Со Тьмой И У Него Становится Все Хуже 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 Ему Каждый Раз Дают Новые Мысли Но Эти Мысли Были От Сатаны И Когда Он Уже Перешел Точку Невозврата Вернуться Было Уже Нельзя Иисус Сказал Что Мы Будем Пасху Праздновать Будем Причастие Праздновать И Так Далее Он Сказал Что Я Тот Агнец И Так Далее И И И Иуда Они Окунули Кусочек Хлеба В Вино Сок Окунули Ели И Написано Что Когда Иуда Окунул Этот Кусочек Хлеба Сатана Вошел В него Не Просто Уже Давал Мысли Он Вошел В него Понимаете Человек Допустил Это Было Все С Маленького Где То Теб Обличили Где То Теб И И Решил Мстить Есть Очень Много Людей Которые Злопамятные Они Очень Мстят И Они Кстати Погубят Их Яд Вот Этот Яд Который Вырабатывается Уничтожит Их Изнутри Однажды Лопнет И Отравит Их Всех И Вы знаете Иисус Сказал Иуде То Что Делаешь Делай Быстрее И Он Пошел И Предал Предал Иисуса Христа И Когда Иуда Увидел Что Начали Бить И Издеваться Иисус Не Реагирует Потому Что Это Было Так Нужно Это Было Распятие Иисус Родился Рождество Оно Именно Для С той Целью Было Чтобы Из-за Грехи Принести Этого Невинного Агнца Иисус Сказал Я Агнец Я Не Лев Сейчас Я Агнец Я Стремлюсь Чтобы Тебя Познать Вы Знаете Познание Это Цена Невозможно Познать Бога И живя Такой Жизнью Знаете Мирской Ты Ничего Не Узнаешь О Боге Даже Если Ты Будешь Слышать Тебе В этот Момент Дьявол Будет Другое Говорить Ты Будешь Слышать Слова Прилетят Птицы Поклюют Эти Слова Божьи И Все Они Съедят Все Что Ты Слышал У Тебя Ничего Не Останется Ты Потом Будешь Думать Пивка Выпью Вечером Понимаешь Пойду Курну Пойду И пойду Еще Что-то Сделаю Откуда Эти Мысли А почему К тебе Мысли Не приходят Пойду Помолюсь Уединюсь Помолюсь Прославлю Бога Пойду В церковь Сделаю Что-то Полезное Для Братья И Сестер Буду Молиться За церковь Буду Молиться За Людей Буду Молиться Для Того Чтобы Дух Святой Пришел И Действовал Тебе Не приходят Такие Мысли Потому Что Ты Не Пускаешь Ты Разрешил Дьявол Уговорить Тебе Петр Сказал Анания Зачем Ты Допустил Сатане Вложить Мысль В сердце Твое Зачем Ты Допустил Анания Был Верующим Человеком Но Допустил Мысль От Убила Его И Убила Его Жену Потому Что Они Были Вместе Они Вместе Согласились Врать Врать И знаете Делать Даже Не в том Что Они Соврали Дело Все В том Что Через Них Могло Действовать Зло В церкви Знаете Как Добро Приходит Через Людей В церковь Так И Зло Приходит Через Людей В церковь Есть Люди Через Которых Приходят Ссоры Огорчения Споры И так далее Какое-то Соперничество Есть Люди Через Которых Приходит Добро Они Молятся Поддерживают Пророчествуют Благословляют Видят Ее Горячей В огне Святого Духа Что Она Любящая Понимаете Как Мне Стать Таким Человеком Который Благословляет Церковь Который Любит Бога Как Мне Стать Допусти Богу Говорить В твое Сердце Допусти Слово Божьему Открой Слово Божье Закрой Что-то Другое Открой И позволь Чтобы оно Звучало В твою Жизнь Звучало 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 Ты Будешь Этим Новым Творением С новым Мышлением В каждой Ситуации В каждой Молитве Ты будешь Знать Так Это не воля Божья Я даже Молиться Не буду Это воля Божья Я буду Молиться И провозглашать Давайте так и будет У меня не будет Наобум У меня не будет А может быть У меня будет Все По воле Божьей Если я Предаю Свою жизнь Свой разум Для Христа Для Святого Духа Для Его мыслей Вся моя жизнь Мое окружение Будет идти Благословение Благословение Как сад Идемский Будет распространяться На всех окружающих Людей Поэтому давайте будем Теми людьми Через кого Сад Идемский Рай Небеса будут Распространяться Давайте мы сейчас Обратимся Помолимся